Практически сознание – это система взаимоотношений и отношений. То есть мы говорим, что это как раз и есть вот эти взаимосвязи. Чем занимается экология? Изучает систему взаимосвязей. Поэтому сознание и экология идут рука об руку постоянно. Род – это то, откуда мы выходим, откуда всё вышло, где мы существуем. Без рода земного мы не можем быть. Если берём теософские учения или славяно-русские предания, род небесный существует, откуда мы пришли. То есть по нашим сказаниям. То есть и небеса, и земля, вот космизм. Вот он, космизм как раз. Вот мы связаны. Вот оттуда мы приходим на Землю, туда же мы возвращаемся. Мария, сейчас вот эта тема экологии очень сильно размазана. И если подойти на улицы к людям и так поспрашивать, ну на остановках, там, магазинах, что такое экология, я вот почему-то на 99% уверен, что большинство скажет, это чистый воздух, это чистая вода, это зелёные насаждения. И этим всё, в общем-то, наверное, ограничится. И только единицы способны представить, что экология – это нечто большее. Это не просто чистая вода. Это где чистая вода существует, где она присутствует. Это не просто зелёное насаждение. Это где это всё, зелёное насаждение присутствует. Это вот цельно всё, комплексно. И вот на эту тему мне хочется сейчас поговорить, раскрыть эту тему более глубоко и, может быть, людям что-то предложить, а может, куда-то и пригласить. Да, вот вы, Алексей, совершенно правы здесь. Экология понимается очень узко. Ну, это и понятно. Но я два слова сейчас про себя скажу. Меня зовут Мария Владимировна Губенко. Я эко-психолог. То есть я в экологию зашла со стороны психологии. Когда у меня парк рядом стали застраивать, я сказала, что всё, я не хочу. Дайте мне вот, чтобы я взяла тот блок, который помог бы, чтобы такого больше не происходило никогда. Погрузилась в труды русских космистов, в философию экологии, в педагогическую экологию. Что это вообще такое? Философия экологического просвещения. Вот это мой предмет был изучения тогда. Исходя из этого, сейчас построилась та программа, то, чем я сейчас занимаюсь, да, и то место, где я нахожусь. А сейчас я являюсь руководителем экологического совета Русского космического общества. Я там сказала, да, труды русских космистов, да? Очень так не случайно меня на эту тему вышло. И свои проекты, свою программу реализую в рамках РКО. Давайте так теперь к экологии вернёмся, да, чтобы просто понять, что это такое. Хотелось бы, чтобы мы правильно понимали вот эти основные положения, основные слова, основные понятия, да, чтобы не были этими людьми, как на улице. Да, да, да. Чтобы людей просветить, которые на улице. Да, вот. То есть, первое, это у нас экология, на которую возложили миссию спасения мира. То есть, если сейчас говорить, кто спасёт мир, что, да, и экологи кричат, что вот, надо делать то, надо делать это, сейчас всё рухнет, катаклизмы, ай-яй-яй, давайте спасаться, да. Предмет экологии, предмет, надо понять, что такое предмет экологии. А может, сначала попытаемся как-то расшифровать, перевести на русский язык, потому что всё-таки русское космическое общество и народное славянское радио. Да. Наш родной язык, он... Понять, что такое экология, да? Да, по-русски так лучше. Экос – это дом. Дом. Наука о доме, считайте, да? Но для человека дом, дом – это вообще достаточно широкое понятие. Вот и так же с экологией произошло. Она появилась в природе, а расширилась на общество и на любую вообще деятельность как таковую, да? Наука о доме некоторому, что это такое? Вот, раскрыли. И теперь смотрите, предмет изучения. Как раз вот и предмет изучения – экология. Это всем студентам, кто учится на экологию, первым делом говорят, что экология изучает взаимосвязи. Вот, слово «взаимосвязи». Это очень важное слово, мы его прям запомним. Вот. И как раз предмет экологии – это изучение целостности. Целостности системы природных взаимосвязей. То есть она изучает не природу, природу изучает экология. Поэтому тут же она изучает то, что между природными объектами, взаимосвязи. И даже не это, она изучает целостность. Каким образом вся эта структура находится в постоянном развитии, не разрушается. Настолько сложная структура из разных цивилизаций, растений, животных, да, насекомых. И все это взаимоувязано, некоторое целое. Вот это изучает экология. То есть цель ее, экология, настроить систему взаимосвязи, общество. Видите? То есть рождаясь в природе, как мы сказали, изучать-то начало до, мы переходим на общество. Как? Природа сообразна. Хорошо. Вот здесь, да, сообразно в природе. Как оно там? Очень красивое слово, тоже, да, сразу понимаем, да. У нас же тут указ президента, да, развитие природосообразных технологий, переходом туда. То есть получается цель экологии, да, это общество, находится внутри общества, да, потому что как раз мы говорим, что сейчас общество, оно какое? Вот это вот самое популярное слово. Ну, разное общество. Разное, потребительское. Основное качество для всех, все-таки, так и для меня, и для кого угодно здесь, это потребление. Почему? Потому что, допустим, основное качество потребительского, да, это фрагментарность. Там нету целостности. Я не вижу всей картины в целом, я не понимаю, как она видит. То есть я действую во имя какого-то своей потребности. Любить, да, свои потребности. Даже вот система потребностей, да, психологически у нас выстраивается так или иначе. А если мы говорим о переходе в новое какое-то, да, сознание, общество, это ноосферное. Все, сейчас об этом все начинают говорить. Еще лет 10 назад, даже, может, было бесполезно, послушать, а что, да, что там. А сейчас слышат, да, ноосферное сознание. И вот как раз ноосферное сознание обладает вот этим качеством – целостность. Видите, фрагментарность и целостность. Кстати, ноосферу тоже хорошо перевести. Что это такое? Сфера разума, считай. Сфера шар? Разума, да, сфера. Ноос – это разум. 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 То есть это некое объединение пространственное, которое в себя включает много чего. И где главенствующее – это разумность, разум. Да, и какие ее качества? Ну, ты говоришь, сфера – это шар, осознанность комплексно, цельно. Цельность, целостность. Как раз вот мы к этому же слову и приходим. Качество – целостность и осознанность. Не кусочек пирога, да, не кусочек от мячика, да, там отрезали, а целиком весь. Ну, да, да, да. То есть практически, видите, Алексей, то есть наблюдая снаружи, да, то есть за природой человека, он же приходит в мир, мы ничего не помним, ничего не знаем. Нам дан вот поле опыта, смотри, наблюдай, ну и попробуй, попробуй, рискни, собери целостность, да, вот эту. И вот накапливая опыт, человечество потихонечку, потихонечку доходит вот этих основополагающих понятий, которые приводят его к сфере разума. То есть он может уже осознать, сам по себе нет, но используя опыт и всего остального, да, он может прийти к этому осознанию. То есть получается, что природа, экология, вот вернусь к экологии, это вот мы это проговорили, оно еще пригодится. Пойдем дальше. Экология изучает систему сознания природы, а цель ее настроить сознание общества природосообразно. То есть понаблюдав, да, тоже мы только что об этом сказали, снаружи и настроить внутри, снаружи, внутри. Но у нас появилось новое слово сознание, что же это такое? То есть мы уже проговорили, да, потребительское сознание, то есть оно постоянно появляется. И, кстати, если спросить, вот что такое сознание, как вы считаете? Так, спрашивал уже, понимание, какие версии только я не слышал. То есть разные. Ну да, понимание, умение, кто с умом связывает, кто связывает, с какими-то информацией. Опять же, опрос проводил, но нет такого, что такое сознание, нет. Хотя русское слово-то со и знание. Совместно знание. В общем, все просто. Значит, даже из этого выйти, можно сказать. Знание – это некоторая информационная составляющая, ее руками не потрогаешь. Ну нет, здесь даже так, если мы говорим про информацию, то есть какой-то поток чего-либо, если опять же иностранное слово «инфо», что-то в чем-то запакованное, дающаяся форма, да, вот образ какой-то, когда просто мы информацию получаем, это что-то такое. Вот машина ей гудит, самолет, этим. Нет, мы сейчас говорим про качество получения. А если мы говорим про знание, знание – это уже то, что я усвоил, это уже следующее после информации. Нять – принял, унял, занял знание. Это когда уже и ум подключился, и умение, и знание. Поэтому, когда мы говорим о сознании, это уже что-то большее, чем просто нас информирует. Это когда мы уже в это вникли. Согласен, это некоторая структурированность. Да, 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 это уже разложено по полочке, можно поменить. Я имела в виду определить поле наше. Мы действуем в поле информации так или иначе. Конечно. Рассеянный, фрагментарный, либо выстроенный. То есть, да, есть поле материального мира, природного, внешнего, опять внешнего, и есть информационное, потому что сознание, оно не может быть проявлено как таковое. Мы его нигде не можем. О, знание лежит, возьму его, да. Так или иначе, это перед дочей идёт словами, да. Либо наблюдением за миром. Но возникает, то оно внутри, да, и складывается в определенный бой. Ну, конечно, конечно. Конечно. И можно сказать, что сознание как раз это система отношений и взаимоотношений. Потому что оно относительно. И если этого не будет, да, допустим, то, как я отношусь к этому столу, то, как я отношусь к вам, то, как я отношусь вот к этому всему происходящему миру. То есть, практически сознание – это система взаимоотношений и отношений. То есть, мы говорим, что это как раз и есть вот эти взаимосвязи. Чем занимается экология? Изучает систему взаимосвязей. Поэтому сознание и экология идут рука об руку постоянно. Потому что экология действует в поле как раз сознания, систем вот этом информационном. И задача её – настроить ещё её и как природосообразно, получается, да. Вот оно всё и увязывается сейчас очень красиво. То есть, иноосферное – это целостно-ответственное. И вот вопрос идёт, как раз-раз нам достичь вот этой вот целостности. Получается, надо нам осознать вот этот предмет, да, то есть, систему взаимосвязей. Надо понять, что это. Если мы будем просто так общее говорить, это ни к чему, это философия, никак, ничего. А наша задача менять, значит, как бы быть практиками-делателями, да, всё-таки. Перевести наши знания в поле опыта, в материю. То есть, да, вот тогда, если читать, опять же, труды наших философов, экологических, космистов, выделяется четыре вида взаимосвязей. Вот мы сейчас быстренько тоже по ним пройдёмся. Ну, первое, очевидное – это вот человек и природа. Да, как я отношусь к природе, а как выстраиваются мои отношения с природой. Но природа, давайте тогда разберёмся, что такое природа. Потому что это тоже вот настолько по-разному понимающееся слово. Вот мы все, скажешь, природа, и у всех человека листики зелёненькие, ручеёчек бежит, там, птички поют. Вот она, природа. А вот это что? Это то, что из природы вышло, да. А то, что из природы вышло, да. Ну, нефть, пластик, да. Конечно. Откуда она взялась? Из природы, да. Взяли переработали, да. А я-то сам, кто? Я кусок природы практически сижу тут. Опять, потому что тоже кусок природы, который вещает что-то, да. Ну, скажи, не кусок, а часть. Часть. Кусок не нравится. Да, нравится? Да. Ну, часок, да. То есть, часть. Потому что кусок – это слово «кус-кус». Да, ну, наверное. А часть – это вот что-то такое. Ну, ладно, хорошо. Не суть. Да, мама себя сформировала у меня, да, из тех, чего ела, да, из микроэлементов, собралась, и туда же, в эту часть уйдёт, сюда же, в эту часть уйдёт, да. Машина – это что? Тоже, оно же тоже взято, это железо, всё это взято отсюда. Это практически природа, этот наш объективный материальный мир, планеты, всё. То есть, практик, вот это и есть природа, урождение, то, что вот как бы материализовалось, то есть, материя, вот, в этом плане. И вот как раз эта первая взаимосвязь – это отношение человека вот с этой материей, с природой. Как он с ней бережен. Да, а вот как раз, если мы чуть глубже, опять же, исходя из русского нашего, славяно-русского понимания, разберём слово природа, да, природ. Род – это то, откуда мы выходим, откуда всё вышло, где мы существуем. Без рода земного мы не можем быть. Если берём теософские учения или славяно-русские предания, род небесный существует, да, откуда мы пришли. Ну, то есть, по нашим сказаниям. То есть, и небеса, и земля, вот космизм, вот он, космизм как раз, вот мы связаны. Вот оттуда мы приходим на землю, туда же мы возвращаемся. И тогда получается более глубокое отношение. Я здесь не просто барин, который плюёт на подчинённых, а я здесь, в этой природе, и я обязан за неё отвечать. Я обязан нести ответственность. И поэтому рука не поднимется лишний раз что-то нагадить, что-то испортить. Система взаимоотношений сейчас вам говорю. Ну, нет, я понимаю, я разобрал слово, чтобы наши слушатели и зрители сразу так это представление. Это уже качество нашего отношения. Мы можем по-разному относиться, да, поэтому и родом я могу быть тоже с разных систем отношений. Это мы очень плавно перешли ко второму виду взаимосвязи. Я и общество. То есть, а что такое общество? Можно ли его потрогать руками? Это некоторое общее, объединяющее целое, да? То есть, и руками его не потрогать. Это культура. Человек уйдёт, который наложил эту руку, да? А память, знание в культуре отразится, и оно будет передаваться дальше. Пока живо общество, да, есть вот эта вот, эта культура, про которую вы говорите, да, которая себя осознаёт, помнит, да, то есть, которая помнит своих предков, понимает, как развивать жизнь, не подавлять её, да? Вот, это как раз всё там, да? То есть, мы сейчас пока позначаем поле безотносительно, просто смотрим, что называется, сверху. Вот материя, вот есть общество, да, есть энергия, есть информация. Это вот путаница, для начала её просто разводим. А что понять, что общество, да, это не что-то материальное, это идеи, это какие-то стремления наши, да, то есть, движение во время идеи, да, когда мы что-то делаем, посвящаем себя. Вот, это мысли оттуда же, да, общество, оно ближе к неосфере, но это же сфера разума практически. Ну, ей же надо где-то разворачиваться. Ну, конечно, надо, опять же. Это в материи, понятно. В самом слове общества тоже присутствует то, что вот нам необходимо понять. Общее. Что общее? Слова общие. Общее. Идея жизни, да, для чего мы живём, кто мы такие? Общие мысли, без них невозможно. Общее дело, общее стремление, распределение, прочее, прочее. Общие дети, потому что без детей не может быть будущего. И тогда, то есть, общество, это не просто соединение, это не просто люди взялись за руки, это что-то большее. Вот общее что-то есть. По всем, по всем вот этим уровням. Слова у нас общие, мы одинаково поднимаем под одним и тем же словом мама, женщину, которая нас родила. А вот то, как мы к ней относимся, это уже эмоции, это туда, в другую сторону. Ну, вот основные как бы смыслы, смыслы общие. Начнём вот тоже вот сюда вот, да. Вот, а вот две, не будем сейчас сильно уходить, это реально отдельная передача. Да, да, да. Ну, бросили смысл. Вот, раз, два, да. Есть ещё, мы про четыре говорим. А третья взаимосвязь, это я сам собой. То есть, как я, как во мне материя, вот это вот, моё тело, моя энергия, мои хочу, да, хотелочки вот эти, да, тело, приятные, состыковываться вот с этим общим, с общими целями, да, с моим сознанием, да, то есть внутри, которое говорит, надо, надо, двигайся, делай, развивайся, да. Хочу и надо. Вот два основополагающих. И как нам их так сгармонизировать, да, чтобы, вот ключевое слово, сгармонизировать, понимаешь? Ну, нет, по-русски ладовать. Да. По-русски лад, ещё больше. Наладить. Наладить, да. Потому что гармония – это странное слово, а вот лад – это наше. Ну, да. Ну, просто более привычная гармония, да. Сейчас внесите, да, пока наладить мне тоже нравится. Да, ну, ладушки, лада, любимая и так далее. Третья взаимосвязь, да, человек сам собой. Если у тебя нет гармонии и лада внутри, то, к сожалению, ничего не получится. Вот. И четвёртая взаимосвязь – это я и человек рядом с собой, находящийся. Такая же вселенная, такая же материя, такая же часть общего, да. Часть космоса, часть вселенной, часть общества. Полноценная, целостная, так скажем, которую надо уважать, да. И вот они четыре. Раз, два, да. Природа, общество, сам собой и человек в человек. И если бы мы попытаемся помыслить ещё какие-то взаимосвязи, то мы всё время будем где-то вот в одну или другую, или третью, четвёртую туда уходить. То есть, больше не разделишь. В природе так же. То есть, дерево само в себе, дерево как часть леса, да, идёт. Дерево – это же тоже информационные семечки, же есть какой-то информационный, какой целый. Те же самые взаимосвязи, получается, да? Ну да, это же учение наших предков, опять же, говоришь, что из космизма. Я сам с собой первая ступень, я должен познать себя, кто я такой. Вторая ступень – это взаимодействие уже начинается с близким окружением, человек с человеком, семья из этого складывается. Но семья-то в пространстве просто так не болтается. Уже следующее – общество. И потом весь мир, то есть природа вся. И вот когда вот эти четыре уровня мы понимаем, вот с другой стороны, да, я подошёл, а всё то же самое складывается. Хоп, и вселенная выстроилась. И когда я вот изучала, я везде натыкалась вот на эти четыре. Немножко по-разному они называются, но если начать разбирать, суть будет. Я постаралась убрать всё это и оставить такой вот именно как бы максимально одинаково понимаемые слова, так скажем. То есть разобрали поле, мы разобрали деятеля, вот они, четыре, да. Теперь мы же настраиваем сознание. То есть надо понять, а как оно вообще работает, как происходит процесс осознания. Да, вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее записывай. Что это такое вообще и как это происходит? У него тоже четыре составляющие происходит вот это осознание, да. То есть первое – это информативное. Информация – это умение работать с информацией. То есть сидеть в библиотеке, либо читать книги, либо общаться, да, либо ещё что-то. Но это безотносительный набор информации. Пока просто я изучаю то, что до меня уже изучили. Понятно, да? То есть как бы это умение работать с информацией. Второй уровень, да, это всё к мышлению, к сознанию, допустим, относится. Второй уровень – это практика. То есть то, что я узнал, я должен практиковать, проверить. Узнать, как это всё работает, да, практика в поле… Применить жизнь, да, или ещё пустышка получится. Да, применить. То есть получается, практика – это действие в поле узнанного. Вот. И далее идёт выход заузнанное. Это как раз творчество. И творчество – это третий уровень, да. И как раз если практика, она подразумевает собой, да, какое-то действие, просто освоение знаний, то творчество – некоторое напряжение, некоторое, так скажем, волевой выход за пределы, да, расширение вот своего действия. То есть что-то новое я вношу, то, что не говорил никто до меня, то, что не делал никто для меня, да. Вот это третий уровень. То есть это не просто порисовать, попеть, как у нас творчество тоже, к сожалению, понимают, если спросить, что такое творчество. Сотворить можно чего угодно, потом, правда, будет проблема иногда из этого сотворённого. Хорошо. И последний уровень – это исследование. Исследовательский уровень. То есть, а исследование – это что-то такое? Это как раз вот три предыдущих уровня, собранные под некоторым уже направленным действием. Это задались целью, да, узнали что-то или вот ещё что-то. Оно может прийти, кстати, тема для исследования может прийти из любых трёх уровней вот этих предыдущих. Я мог прочитать книгу, и пришла мысль – оп, да, и я под это уж забираю практику и выхожу на некоторый творческий уровень, да, с пределом выхода. Либо я мог что-то, вот меня позвали на работу, кирпичи класть, я начал их класть, и тут вот повозникла идея, и я начал узнавать, как эти составы делаются, да, то есть набрал информацию в любом, да, потом я это дело отпрактиковал, да, и вот вывел, короче, думаю, строение на новый уровень, кирпичестроение. То есть это в любом деле мы столкнёмся, да, вот с этими четырьмя уровнями, они все охватны, да, они имеют отношение к со-знанию. Это наше совместное знание, в котором так или иначе мы с вами со-существуем. Ну да, и опять же, из следования, след – слово, следопыт, да, и тот, который, изучая след, приходит к чему-то. Найти зверька, там, найти выход из ситуации, след. Следопыт. Из следования, значит, я беру следы, которые существуют, складываю вместе, и вот тут уже можно сложить и прийти к составу новых кирпичей, далее к новым кирпичам или построить… Ну уровни будут те же самые. Да, всё остальное – то же самое. Порядок их не обязательно прям вот последовательный. Вот это идёт как раз, эта красота в этом и идёт, да, что у нас, вот человек свободен, вот в этом он свободен. Конечно. Вот в этом. То как? Но поле у нас одно. И как раз вот тоже про образование, если говорить про нас верно, то, что я стала слышать более чаще, да, что новое образование надо менять. К чему приходит то, что оно должно быть проектно-исследовательским. Что сейчас идёт система образования в этом направлении, проектно-исследовательского, что не просто мы набираем какие-то блоки, да, а уже сразу работаем вот с этой системой. Не просто загрузили информацию. Да, и тогда ребёнок, выходя, уже понимает, как набирать информацию. У него нет лишней информации. Он понимает, как её собирать, как её обрабатывать и как её сделать так, чтобы применить. То есть реализоваться. И как потом быть творцом уже, собственно говоря, что-то. Да, да, да. То есть практически вот. Эти же четыре уровня, если сейчас пойти в образование, нам тоже так же все будут говорить, вот они, раз, два, три, четыре. Экология, кстати, да, она, это уже в словах сейчас скажу быстренько, она межпредметна. Она не может быть в предмете, если по образованию говорить. И когда вводят в образование, говорят, надо вести предмет, экология. Это смотрится очень грубо. Потому что экология, её задача дать систему координат вообще, то есть как бы связать всё это дело в единое целое. То есть систему отношений воспитать, да, в тех, кого они образовывают. Если они посидели на отдельном предмете, они вышли, так это там и осталось. То есть никак в жизнь это не придёт, да. Вот, поэтому если разбираться, вот это слово межпредметное, и экология надо прям чётко связать и понять, что экологии нет предмета. Это всё образование должно быть. Да, оно именно целостность изучает. Целостность. То есть как внутри той или иной деятельности добиться целостности. Как природа сообразна. Да, давайте вот тоже шажочек назад сделаем. Как же в природе, как всё это происходит, качество, да. То есть основное качество, да, в природе это развитие. Развитие жизни. Безостановочное развитие. Природа не стоит на месте, да. Постоянно что-то меняется. Постоянно что-то соразвитие идёт. Со просто это акцент, что это вместе делается. Так вот каким, как это, что это за качество? То есть поле мы определили, да, четыре вида взаимосвязей. Сознание. А сознание процесс определили. Так вот как нам, вот через этот процесс, да, осознание настроить это поле, чтобы достичь вот этого соразвития. Развития жизни. Да, да, да. Основное качество надо выйти, найти. У всех взаимосвязей. Единое для всех. Может целостность, да? То есть единое качество у каждой взаимосвязи. Это гармония. Когда, что ж такое гармония? Или ладить, да? Да, ладка. Когда каждый участвующий во взаимосвязи развивается. То есть мы должны друг другу помогать в развитии. Да здесь даже ещё, может, дополнить. Соразвитие. Да, соразвитие. То есть не мешая другому осознавать, кто передо мной, в каком месте, складывать вместе, сложение. Вот опять же лад, да, лад. И получается тогда мы, не мешая другим, помогаем другим развиваться и при этом сами не в ущербе. Всё вместе. Вот это синергия, синергия получается. Мы же не просто так с вами оказались здесь. Да, это сложение вместе. Да, не просто так вот там кто-то шумит у нас там за дверью тоже, да. То есть и мы должны настолько вот находясь вместе, настроить наше взаимодействие, чтобы не по отдельности как-то там развиваться, а понять, во-первых, почему мы вместе здесь, да, и как нам сделать, усилить, ускорить наше совместное развитие. Потому что вот в этом процессе, да, что одна голова хорошо, а две намного быстрее, разобьётся. если достигнут вот этого качества. И опять же, соответственно, сразу становится понятно, что делать на всех этих взаимосвязях. И каким образом, да, каким образом это вот четыре вот эти уровня, да, то есть исследовательские, да, и какие, и где, вот оно поле. Об этом и есть наша концепция, которая была, ну и создана два года назад, ну чуть больше уже. Называется она «Концепция экологического просвещения соэволюция». Да, не русское слово, соэволюция. Ну пока так. Соэволюция развития, да? Да, соэволюция называется эта концепция. Недавно я название утвердила за ней, да. В двух словах ещё она состоит. Концепция – это не как что план действий. План действий – это план действий. А концепция – это цели, задачи и принципы. Тут тоже, кстати, очень путаницы много, да. Некоторые общие для каждого, каждой экологической деятельности, для каждого человека, да, выходим. То есть, в принципе, цель экологического просвещения – это сознание формирования, ноосферного сознания. Или ответственного сознания. Или целостного сознания. Да как хотите. Поле – это человека, да, что мы работаем с сознанием, с обществом, да. Проблемы в обществе, природы, всё хорошо. Вот. А качество – это ответственность, да. Ответственность со-развития, туда тоже всё идёт. Вот. Это цель. Четыре задачи – это вернуть человеку естественную взаимосвязь. С природой. Потому что мы её потеряли, эту взаимосвязь, уйдя вот в мир другой. Второе – это сформировать систему координат в мире окружающем. Целостную вот эту систему координат и видение, ориентацию человека в этом деле. Третье – это формирование полноценной личности. То есть, мы говорим про то, что человек должен, по-другому не полноценной личности, которая счастлива, которая развивается, находится в со-развитии. То есть, мы обозначаем, потому что это с человеком, в первую очередь, работа. Четвёртое – что-то у меня она ускальзывает. Да, формирование экологической культуры. То есть, все говорят, вот они, четыре задачи. Мы просто разбили понимаемые такие уже конкретные действия. И принципы. И то, каким образом должна деятельность происходить, чтобы всё-таки нам достичь вот этой вот цели. То есть, если мы как-то деятельность нашу простраиваем, такое понятие экологизации деятельности, допустим, происходит. То есть, у нас экопродукция. Сейчас эко ко всему приставляют. Но если мы туда заглянем, эко там даже рядом не стоит. То есть, если спросишь, что такое целостность, он ещё не ответит. А сколько скажут? Ну, у нас из природных предметов. Оно не нанесёт вред вашему организму. Мы вот химию не используем. Ну, вот примерно мы это и услышим. А о том, что у них должна быть внутри тогда между работниками выстроены так взаимоотношения. Они должны понимать, какой они след оставляют в природе. Какую пользу они сут обществу. И как все участники ещё саморазвиваются в этом. Вот тогда мы говорим, что происходит экологизация деятельности. Оно в процессе. Оно не в каком-то конечном результате. Соответственно, как и вы, в принципе. То есть, первое. Любая деятельность должна быть привязана в природной среде. А в отрыве от природы нельзя. То есть, мы берём деятельность, вот, допустим, ответственность вот с детьми. Мы взяли ответственность за парк. Или за свой вот огородик. Да? Мы делаем так, чтобы там выстроилось. Либо за берег реки. Да, за что угодно. Но просто человек должен понимать, откуда он вышел. Вот это вернуть человеку естественную связь с природой. Здесь, конечно, он часть природы. Он должен это не просто поднять, почувствовать, прожить. А сидя вот так вот где-то в закрытом помещении, он никогда к этому не придёт. То, что он находится во вторичной природе, а она немножко в отрыве уже. Она видоизменена сознанием под свои кубические информационные блоки. Потому что она у нас информация кубическая. И в городах сложно. Потому что кубики, 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 кубики кругом. Вот этот отрыв происходит. Первое. Второе. Второй принцип – это учёт всех видов взаимосвязей. Там проговаривают человека-человек, человека-природа, человека-общество. Вот эти четыре, то, что мы проговорили. Дальше. Это учёт всех уровней осознания. Четыре. Инфа, практика, творчество, исследование. А четвёртый принцип – это выход вовне. Я так коротко. Выход вовне. То есть мы можем внутри очень хорошо все сгармонизироваться. Но если мы не будем выходить во внешний мир, смысла от этого нет. То есть эта структура, она должна быть также связана со всеми другими. Что мы как бы сделаем? Вот как раз здесь исследование помогает. То есть у любой нашей программы есть. А что мы, исходя из того, что мы узнали, как мы изменим мир в лучшую сторону, да, вот в эти цели и задачи, используя эти знания, да. Если с первым, там, с детьми мы делали мероприятие, ну ладно, это немножко уход в сторону. Вот. И пятый – это инициатива каждого. То есть это как раз разговор о развитии личности. То есть эта программа должна побуждать человека выход с некоторой инициативой, с реализацией себя в окружающем мире. А что ты? А в чем твоя особенность? В чем твоя исключительность? В чем твоя нота? Твое слово в этом обществе? Кем ты являешься в природе, да? То есть у каждого есть что-то свое уникальное. То есть и тогда человек, он сам реализуется, он достигает вот это несчастье. Вот оно, да? Счастье, целостность. Вот очень близкие рядом находящиеся слова. Одна задача, четыре… Одна цель, четыре задачи, пять принципов. Вот это и является концепция кадровского просвещения. У нас она выразилась, второй и третий принцип, поле и вот осознание, поле деятельности, да, взаимосвязи в некоторую такую матрицу. Четыре на четыре. Четыре вида взаимосвязи и четыре уровня познания. Получается поле на шестнадцать. Да? Четыре, 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 четыре. И вот я начала экспериментировать, составляя программы по вот этому полю на шестнадцать. Первый мой эксперимент – это был экологический лагерь у Триш, находящийся на берегу Чёрного моря. Я 20 лет туда езжу и очень много там оттуда шло. Вот. Он был не детский, это добровольческий лагерь был. И приезжали ко мне семьи, детей я отдельно не беру, то есть семьи, добровольцы. Нет времени, чтобы заниматься детьми. Добровольцы. Что мы делали? Мы рисовали вот это поле, четыре на четыре, шестнадцать. И всю нашу деятельность раскладывали по нему. Мы просто садились. Так, что мы будем читать про природу? Мы находимся на берегу, в начале Кавказского хребта. Вот. Мы поймем, где мы находимся. Посмотрим фильмы про Кавказские хребы. На берегу моря у нас дельфины тут. Очень много. Как мы хотим узнать про дельфинов? Читаем про дельфинов. Читаем про дельфинов. Понятно, да? То есть это ребята составляли. То есть кто ко мне приезжал. Эта программа на 10 дней была. Коротенькие такие. И также по всем взаимосвязям. По межличностным. То есть мужчина, женщина их интересовала. Смотрим туда, это ставим. По обществу. То есть это вообще культура. Как общество вот эти идеи влияют на природу. То есть в основном там вот это у нас шло. Человек сам собой. Но тогда у нас детей еще было много. Мы брали мультики про проще там душа, еще что-то. То есть не было задачи как-то их знаниями заполнить. Была задача дать им целостность. Вот это, да? То есть заполните как-то, да? И также по практическому уровню заполняется. То есть практически с природой мы делали фэн-шуй, украшения для всего пространства. Почистили место, чтобы оно лучше становилось от нашего пребывания, да? Оно тоже в со-развитии с природой находиться. Не вытаптывать где попало, да? А сделать тропиночки, да? На этой территории. У нас же на природной территории было, да? Чтобы в торсырье собрать правильно. То есть понятно, да? Дальше у нас есть творческий уровень, когда мы что-то рисуем, творим, да? Придумываем некоторые темы, да? Реализуем. И, конечно, исследовательские. Это мы создавали экотурниры. Это мы создавали, да? И выход вовне. То есть мы работали как внутри лагеря, так и с отдыхающими. И с местными. И с заповедником. То есть мы включали все организации, которые так или иначе связаны в этом месте. И, конечно, вот эта программа 4х4. Мы ее 4 раза за лето прокрутили по 10 дней, да? И вообще столько отзывов по этой теме, да? Люди говорят, ой, мы тут вообще все разобрались. Но это был вот опыт первый. А второй опыт был у нас экотурнир с ботаническим садом. С Донецким ботаническим садом. Я тогда к ним ездила. И было вот ощущение, говорит, мы сошлись с непонимания экологии, сошлись в понимании вот этих вот основных умений. Говорят, хочется вот детям, которые сидят внутри, дать кусочек вот этого счастья. Я говорю, так вот, давайте будем, попробуем. И мы провели с ними турнир, в котором зарегистрировалось 400 участников. Поучаствовало около 120. Дошли до конца. То есть он шел у нас месяц. С программой мы также сели, начертили квадратик. И с их просветительским отделом, несколько там женщин, да? Составили и используя их опыт. Но мы как бы, что дает целостность? У них же, они не охватывают всего этого. Выпадает человек и человек. Человек сам собой чаще всего. В основном это природа. Мы работаем с природой. Как принято понимать экологию, да? В принципе, вот оно и связано все. Но выпадает общество, вот эти три взаимосвязи в экологию. И я помогла им дополнить эту программу, чтобы была целостность. У нас, допустим, вот как пример, человек и общество, исследовательский уровень, задача детей была исследовать свой род, свою семью. Было прописано исследование, где пошагово у них была задача. Во-первых, выяснить, кто еще жив, не жив, найти, наладить со всеми связь. У тех узнать, а что знали бабушки, дедушки. То есть это была пошаговая инструкция, как детям собрать вообще, нарисовать вот это древо. То оно у нас общесобирающее такое было задание, очень здорово. Вот там было исследование, исследуй свои эмоции, научись ими управлять. Чтобы тоже очень классно, сейчас со мной еще развилось это исследование. Тоже очень отличные отзывы. У нас остались люди, которые сейчас со мной дальше продолжают работать. Вот. Потом у нас был эко-марафон для взрослых. Но это все пробные, понимаете, да? То есть я изучаю вообще, как эта система, она работает. Вот эко-марафон для взрослых, я набрала очень небольшую группу. Сказала, ребят, ну как бы большую не надо. Мы с вами практически изучаем эту систему и заодно образуемся. Один из участников в итоге сейчас находится в экологическом совете со мной. Я считаю, что это прям достижение. И очень много мне помогает. Он понял изнутри, как это вообще все работает. Дошла до этой целостности, да, из всей группы. Для меня это большой результат. Так вот, там, в конечном вот этим всего нашего поля, там были другие задания, а не уровня уже взрослого человека. Это не просто посмотри мультик или еще что-то для детей, да. Мы все-таки уровень человека, как бы набор его знаний используем. И там была задача помочь проекту «Возвращаем воду в реки». Гидролизация почв, который у нас есть тоже в экологическом совете, да, я вернусь, что я занимаюсь руководителем экологического совета. Есть много проектов, которые тоже надо взаимом вязать. Я и там это пробую потихонечку. Вот. И что и получилось, да, что практически мы взяли вот этот проект, который стоял на месте, да, и руководитель нам его раскрыла в форме исследования. И мы сказали, что мы можем с ребятами сделать, да, с участниками. Мы можем организовать серию семинаров, которые будут нацелены, чтобы привлечь к этому проекту людей, знающих, да, к кому этому интерес, и как бы... Так вот, результатом этого дела, в итоге пропуская все промежуточные моменты, сейчас написана аналитическая записка, аналитическая записка, это, наверное, материал обработать, чтобы появилась, да, которая уже передана туда наверх, на основные столы, да. А эта система как раз природосообразная технология, которая вот эти... Вы же понимаете, да, что когда почва обрабатывается, всегда есть эрозия почвы. Да. А это как раз то, чтобы вода не уходила. Там все очень просто, это прекрасно тоже русскими нашими, разработанная система, да, валоканав, ну, это вот отдельная тема, да. Но насколько, говорю, большой маг был, даже с этой маленькой группой в 15 человек. Мы сделали большое дело, которое сейчас, там, пишем, идет прямо ложиться уже конкретно везде, чтобы она вошла в государственную программу. Пошла прямо как основная на наших, к нашим аграриям, да, потому что, и чтобы избежать этой циррозии, и как вот, вот голод у человечества, голод все будет, да. Так вот не будет. Не будет. Не будет. Ну, опять же, зависит от того, как мы это сделаем. Сделаем, либо не сделаем. Сделаем. Если не сделаем, то... А если сделаем, то не будет. Да, вот, это понятно, да. А сейчас у нас идет турнир «Звездолёт». Межгалактический экотурнир «Звездолёт». То есть формат экотурниров очень мне понравился, потому что он не ограничивает количество участников, и в нем участвовать может сколько угодно человек, да. То есть мы по каждому полю, вот этому 16, пишем инструкцию, пишем, что им надо изучить, и как это надо применить, да. И у нас вот сейчас, допустим, в «Звездолёте» 31 задание. 31 задание из 16 блоков. То есть ребята сами выбирают, какое, допустим, они задание. Вот в одном блоке может быть 3 задания, 4. Ты можешь себе сделать 4, а можешь одно сделать. Мы не заставляем вот этого четкого порядка, нету. Иди, как тебе удобно. Но внутри везде исследование. То есть как бы по-любому это все. И это должно помочь тебе сделать вот это. Вот. И результатом всему этому, во-первых, какая взаимоувязка, вот пару слов. Внутри вот этого и системы получилось вот эту взаимоувязку сделать. Очень классную. Потому что в разделе «Природа» у нас в практике есть такие задания, как «Гагаринский сад». Это программа РКО «Гагаринского сада». Как бы Гагарин пролетая над землей и сказал, что будем беречь эту планету и везде, куда бы он не ехал, он сажал деревья. Вот. Давайте мы как бы тоже будем сажать. Но будем не просто сажать, будем ответственно это делать. Мы посадили и каждые три месяца мы сдаём отчёты по этим деревьям. То есть мы за ним ещё учимся ухаживать. То есть это кого посадил, я за него ответе. В разделе, в блоке «Человек» и «Человек» у нас есть «Маленький принц». Где даётся эта истина, раскрывается, художественно, интересно. Вот она, уже в этом месте взаимоувязка идёт. Даже у нас есть «Зелёный патруль». Когда мы учимся, увидели проблему, решили проблему. Всё. До, после. Потом у нас есть контрольское бюро. Это творческий уровень человека, природа. Мы конструируем «Булный пазу». Начнём с того, что у нас звездолёт. Почему звездолёт-то знаете, да, называется? Ну, который летит куда-то к звёздам. Это куда можно... Реально у нас экипаж. Куда можно загрузиться, да, и там надо жить. Все участники. А Земля-то у нас тоже летит в космосе. Ну, это так параллель, да. И если взять, да, что звездолёт, это все участники это экипажи звездолёта. Мы набираем экипаж, который входит на звездолёт. Мы рассчитываем, у нас рассчитано количество километров вокруг Земли. Это 40 тысяч километров. Ну, там чуть больше, не помню, это единиц. И где-то, по-моему, 8 тысяч, да, ну, идёт вверх-вниз. Я сейчас не буду врать, не помню. Ребята, выполняя задания, генерируют эко-топливо для этого звездолёта. Мы не зарабатываем баллы. Понятно, да, разницу? Мы ничего не... Мы достигаем состояния космо, планетарного человека, как Гагарин. Кто был даже, кто был таким человеком? Гагарин был таким человеком. Пробираем вот эти четыре взаимосвязи. Он был хорошим другом, да, отличным товарищем. Он любил, землю всё увидел первым, да, он сажал деревья везде, да, у него были высокие цели, идеи, общество, да, и он был здоровым в теле, да, то, что человек сам собой, это здоровье, опять же, внутреннее, тут это, стержень, да, есть. Вот, и он является космом, он менял мир к лучшему, вот, поэтому, чтобы нам его достичь, нам надо пройти его путь. Понятно, да? И когда, ребята, и тут вот как воспитывается целостность, ты не можешь взять и сделать там всё по природе, да, из топлива не будет. Ты сгенерируешь одну какую-то эссенцию, там, земли, воздуха, да, чтобы получилось топливо, тебе надо, чтобы у тебя здесь было ресурсы, здесь, здесь и здесь, все четыре вида ресурсов, чтобы ты сделал что-то и по обществу, и по природе, и сам на себя потратил время, да, и наладил взаимосвязь, взаимоотношения с другим человеком. Тогда раз, у тебя десяточка топлива есть, а каждая, извините, единица топлива, это у нас вот сейчас восемь километров в космосе. То есть мы реально летим, вот если вот так сказать, для детей дано реальное ощущение нахождения и здесь, и там, в космосе, да, ну, как бы земля, и так в космосе, да, вот это даётся масштаб, целостность, всего происходящего. Но когда мы писали, слушайте, я так удивилась, она же такая маленькая, наша планета, Земля-то, всего-то каких-то сорок тысяч километров. Всего-то. Единица топлива, на каких-то сто детей, это восемь километров, в которые можно пешком за день прийти. Представляете, какое вот детям даётся в этот момент понимание хрупкости вообще того, где мы с тобой находимся, сколько она вот вообще маленькая, сколько ты реально можешь вложить сил, усилий, да, сгенерировать, ну пусть-будь пока, может быть, другой русской найдётся слово, но мы пока... Создание. Нет, это не создание, это немножко, это совместное здание, немножко так, это в другом, а мы говорим о процессе действий сейчас, да, то есть, как у нас есть такой слайд отдельный, что вот взаимосвязь, она такая вся перепутанная, производим. Ну, может быть, да, и когда вот она проходит через человека, да, вот так вот, да, в деятельности, она вытягивается в ровную красивую струну, струночку такую красивую, твоя задача вот эти клубочки разматывать у детей в данный момент, да, и вот в процесс разматывания как раз и возникает эта эссенция, вот это вот, как бы, ресурсы, да, которые уже дальше переходят в топливо, если ты четыре вот эти нычки постоянно тянешь. Поэтому, да, дети в начале раз, но сейчас это понимается на ура, никаких вообще затыков нету, как, чего, куда переходят, они уже сами ошибки все показывают, там, где недочеты, что есть, что дети намного быстрее в это врубаются, чем взрослые, как показала практика. Я хотел спросить, а как включиться-то в этот процесс детям, родителям? У нас будет еще один турнир, он начнется у нас в феврале, в начале февраля, в конце января, в начале февраля, это уже будет всемирный. То есть, мы приглашаем туда всех в веб-части. На звездолет на этот мы приглашаем всех. Мы протоптали сейчас дорожку, так скажем. Ну да. Где-то ресурс какой-то есть, на который можно сайт, где-то это все представлено? Куда можно зайти? Пока что-то представлено на сайте РКО Русского космического общества, есть в разделе проекта, если набрать звездолет, он там выйдет один из первых. Ну, замечательно. Пока там. Ориентир уже есть, да. Будет и сайт, будет у нас своя платформа, да. Вот. А, но самое интересное, последнее, если кто будет участвовать, наверное, будет неинтересно, если я сейчас буду открывать все тайны этого нашего звездального, это вот просто поле, оно понятно, да? В других примерах я сказала, не хочется раскроть всех карт. Там очень много интересного, увлекательного, то есть мы не делаем, это же не конкурс, турнир. Понимаете, конкурс, он соревновательный, а турнир, это все-таки имеет некоторую цель, ну, пусть не по-русски, хорошо, я все, я считаю, немножко по-другому, к словам, утащусь, он имеет некоторую общую цель все-таки, да? А вот то, как ты проявляешься в движении, у нас некоторые есть турнирные таблицы, да? То есть, для чего они нужны? Чтобы опять же просто отследить себя, на котором я на уровне нахожусь. И вот сейчас у нас финал идет, и ребята все равно продолжают двигаться, понимая, что он не займет там первое, там какое-то или второе место, да? Но у нас есть цель, чтобы все-таки приземлился у нас наш звездолет, да? Собрать нужное количество ресурсов и реализовать вот этот общий проект выхода вовне, так скажем, да? Помните, я сказала, что взрослых, он был так. Так вот, у нас тоже есть цель, да? И у нас тоже есть общий выход. И если на вот этих участников, да, которые у нас активно идут, он будет один масштаб иметь, то всемирный, мы очень надеемся, что он будет иметь очень большой масштаб. Ну что ж, хорошие мысли, хорошие затеи, хорошие поставленные цели. И учитывается наше мировоззрение, мировосприятие, мировозпринимание, вот эта вот основа, которая позволяет нам жить дружно, позволяет нам понимать этот мир, понимать себя в этом мире, складывать, ладовать. Мне очень нравится эта идея. Очень нравится. И главное, есть куда и к кому обратиться. Потому что часто бывает так, а вот хорошо бы жить хорошо, и что-то такое бросят, а кто будет делать? Не знаю. А здесь, здесь есть. Все остаются на информативном уровне. Да, да. Здесь есть, вот уже, ну все, приходите, начинаем действовать. Все действуем, понимаем, как. И главное, это все увеличивается, это у нас сразу масштабируется. Это можно масштабировать. На любую деятельность. На любую. Это можно и бизнес сделать. Понимаете, то есть мы приходим на предприятие, я вижу так, работу экологов, начнем с этого. Он приходит и смотрит, что у них есть. И как это все дело сгармонировать так, чтобы произошла экологизация деятельности. Благодарю за информацию. Важно вот еще последнее, последний у меня тут пунктик, последний, он как всегда самый важный, да, что, как говорим, да, что целостность, и ничего случайного для меня, вот есть очень четкое понимание. У нас же в этом году, вернее, в следующем году, Гагарину нашему, Юрию, будет 90 лет. И вот экотурнир, межгалактический экотурнир, звездолёт, он посвящен у нас 90-летию Юрия Гагарина. Ну да, Юрий Алексеевич Гагарин, хороший пример. И много заданий будет связано именно вот внутри, да, с этим событием. Ну что ж, благодарю тебе за очень интересный рассказ, за служение общему большому делу, за приглашение людей. Дорогого стоит, когда человек мыслит не уровнем своего кошелька, не уровнем своего кармана, а понимает, что карман находится где-то здесь, в обществе. Если общество живёт плохо, то кто-то из кармана вытащит. А если мы мыслим, чтобы у каждого в кармане было, значит уже это хорошо, значит никто не будет таскать. А что нужно сделать для того, чтобы у всех был достаток? А это нужно, чтобы каждый понимал цель без грабежа, а в созидании. Без разделения, а в объединении. И главное, чтобы была та великая цель, ради чего живём-то. Чтобы человек спросил, а зачем в этот мир ты пришёл? Вот какая у меня цель? Личная цель, цель моей семьи, цель общества, цель этого мира. И вот такие вот игры, такие занятия, они позволяют наше истотное, исходное мировоззрение и мировосприятие, миропонимание раскрыть. Вот она основа культуры нашего. Совместно объединяем и здравствуем, ладуем. Космизм наш, русский. Сохранение, развитие жизни. А вот это всё тогда, потому что без этого ничего не получится. Тогда понятно, вот в чём мы живём. Чем отличается, допустим, ещё наша игра от всех остальных? Она основана на законах как раз развития жизни. На законах вот этих. Поэтому у нас они лежат в подложке. Это идёт не просто какой-то победить или сделать природу чище. основана на понимании осознания закона. Я слово игра пытаюсь выметь вообще отсюда. Да, нам понятно слово игра, но мы живём, мы реализуемся в этот момент. Не просто играем какой-то. Да, это игра, фабула этой игры, но так просто это азарт, это интерес, это всё она должна быть. Все мы родом из детства, и что наша жизнь игра, это известно. Поэтому стесняться этого слова не стоит. Да и зачем? Восемь лет просто актёрского образования. Да, потому что если опять же мы разбираем наше древнейшее слово игра, там получается много света, много направленности, много включения и объединения, так что это созидание, это творчество, это то, что заставляет нас взаимодействовать. Конечно, можно само поиграть, но к чему приводит. Это если да, вот так правильно понимать это слово, вернуть ему опять же истинное значение. Истинное наше, да, исконное наше значение. Я вообще предлагаю побольше уже мыслить нашими образами. Почему? Потому что славяно-русские языки, они образные, а есть усечённые языки, они безобразные, безобразные. А у нас каждое слово живой образ. У нас нет синонимов в русском языке. Вот просто, во-первых, синонимов иностранное слово, а во-вторых, если бы все слова обозначали одно и то же, тогда бы еще... Для меня просто вот звук, допустим, га сам по себе имеет большое значение. Он некоторый связан именно с целостностью природы. Га, да, допустим, если надо сказать, как зовут, га-армония, а как у нас га-га-рин. Там вообще два га, когда сошла, об этом очень много думал. Га-это движение. Га-это путь в движении. Это не просто так. Это не в стабилизации. Это то, что между, как между двумя нотами, да, если они звучат, ссор, это получается га-га-га-га-рмония. Можно слово-то это разобрать, оно тоже кажется, что оттуда же всё идёт. Птица га-га, пути в пути, ра-га-рак, то есть к свету, к сиянию и так далее. А если ещё больше, то это не просто сияние, это первичное, сияющее, божественное мудрость. Это уже ведание, это шире, чем просто понимание, кто я такой. Это шире, это космизм. Вот я говорю, наше всё славяно-русское... Да, да, Рин. Но я говорю, да, да. Это вообще на самом деле столько вот не случайностей. Всё наше славяно-русское начинает с самых-самых простых сказок, пронизано космизмом. С детства, с молоком матери, с молодых ногтей космизм окружает нас. Вот почему те знания, которые сейчас возвращаются в наш мир, через осознание языка, как нашего кода, нашей основы, ну, как раньше говорили, кроли, да, родовой крови, через образы, понятия, через действия, где эти образы присутствуют, это наше родовое. Пора уже вот этих всяких там инглиизмов, всякой там латыни, ну, как-то уже отходить. Да, они есть, мы не против них, мы нисколько не бьёмся с ними, но если мы о своё-то забываем, что из этого хорошего получится. Тут, видите, да, тут тоже взаимосвязь, я сейчас оттуда же вернусь. Конечно, конечно. Надо разобраться в себе, чтобы пойти туда и найти те же самые все корни, и очистить от них вот именно наложенные на них некоторые уже субъективные какие-то. Именно так, да. Потому что время, оно накладывает энергию, поле энергии, а получается каша в итоге. И как только появится каша, уходят смыслы. Да, да, да. Вот когда мы применяем какие-то слова, которые безобразные, которые не имеют конкретики, понимание. Размытые, они размытые. Они, да, они, ну, мертвые, они для нас никакие. Но нас приучили. Чем больше иностранных слов ты применяешь, тем ты умнее. Формализм, фрагментарность. Тем ты умнее. И смотришь так на научный труд, читаешь, там непонятно вообще, а он этими сыпет, сыпет. Я прошу, переведи на русский. Оказывается, очень все просто. Но если я на русский переведу, то это как-то будет ненаучно казаться. И вот наша задача, помнить, что русский человек, ну, в широком смысле русский человек. Можно вас в нашу звездалью пригласить? Да, приглашайте. Делайте нам пару заданий для детей, вот на эту как раз. Очень будет здорово. Русский человек в широком смысле русский. Я запишу, я уже пригласила. Хорошо. Это же те люди, которые первопроходцы, которые узнавали этот мир, которые делились миром, которые не уничтожали другие народы, а объединяли. Вот есть такое направление у иных народов уничтожать их и подчинять, а у нас другое, мы объединяем, мы последнюю рубаху с себя снимаем, мы делаем всё возможное, чтобы у человека было всё, даже если он другого рода, даже если он другого племени, но он человек для нас. А для кого-то это некие туземцы, которые не нужны, как эта фирма «Аватар», да не нужны эти нам синие, нам нужно то, что у них под ногами. Вот наше мировоззрение, оно очень точное. Почему я, опять же, с РКО в итоге выбрала, идти не одна, то есть как бы система-то у меня раньше появилась, и понимание, то есть мы как-то вот так вот в одну точку смотри, потому что очень чётко прописана система вот этих целей, целеполагания чётко выстроена, и она сходится с моим, да, то есть я смотрю вот в суть, что называется, если смотреть все проекты, да, что мне понравилось, они все выходят оттуда. То есть да, нету целостности некоторой, ну потому что мы в таком обществе живём, это нам всем ещё предстоит ещё к этому прийти, и я тоже себя к этому чувствую отношу, не питаю иллюзий каких-то вот к этому поводу. Да, что я как бы выставилась именно, и мне как бы не стыдно говорить, что я к этому являюсь участником, членом, да, Русского космического общества. Ну да, и если посмотреть на наше название, народное славянское, всё-таки это несколько широкое представление, оно вмещает в себя, может славянизм это же не религия какая-то, это отношение к миру, это отношение к миру, это благодарность, славление за то, что у нас есть, а не дайте, 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 ну проявляй себя, проявляй, народное, опять же, мы с народом, и почему вот народное славянское радио здесь, в питерском, в филиале, да, РКО, потому что вот тут, ну сошлись наши дороги, так вот, так что, друзья мои, трудимся, трудимся, и ещё раз трудимся, в понимании себя, в понимании семьи, общества, и этого мира, природа была создана, прежде нас, вот целиком природа, в широком смысле, и мы в неё вошли, это означает, что мы должны понять, насколько она продумана, насколько она комплексна, насколько она цельна, насколько она велика, а не пытаться её уничтожить, и подстроить под себя, вот это очень важно, посмотрите, что происходит, когда человек себя возомлёт, каким-то там великим, и ужасным, он уничтожает всё подряд, и в конце концов, оказывается, у высошенных рек, с погибшими растениями, с нехваткой продуктов, с плохим воздухом, с ядовитым там, чем-то ещё, и происходит уничтожение, а если мы вливаемся в природу, от рода, своего, и от родов земных, и складываемся это вместе, вот тут появляется тогда, та самая синергия, о которой говорили наши великие космисты, вот он, русский космизм, складывать, ладовать, благодарю тебя за очень интересный рассказ, ну и прощаюсь со всеми, быть добрым, всё, спасибо, всем всего самого лучшего, ИНТ Austria. ИНТ下. Продолжение следует...